Благодарю Господа за привилегию стоять на этом месте и говорить Церкви Божьей, народу Божьему. Это действительно большая привилегия. Поздравляю вас с окончанием поста. Мы это сделали, слава Богу, пятый день. Пост действительно очень плёвый и замечательный. Слава Богу, весна пришла. И мы сейчас будем молиться за семьи. И я хочу, понимаете, всегда молиться за семьи, за детей, ну, люди, которые долго находятся в браке, которые могут что-то сказать. И, ну, вот такие, всегда черпают что-то. Ну, я знаю, что для Бога оно не смотрит на того, кто это. И, знаете, я хочу просто, чтобы мы сегодня молились, и будет такие два маленьких направления. Первое — это то местописание, которое есть в моём сердце. Это 1 Коринфянам, 10-12, и у нас в молодёжке современные переводы. Я, кстати, Лена Ткачёва, бухгалтер молодёжки. Не смогла проголчать. Здесь написано, ну, в принципе, с первого стиха можно, но с целью экономии времени. Вот 12 стих написано. «И потому тот, кто думает, что стоит твёрдо, должен остерегаться, чтобы не упасть. Не было у вас такого искушения, которое было бы чуждо людям. Но доверьтесь Богу. Он не ведёт вас во искушение сверх ваших сил, а вместе с искушением укажет, и как избежать его, чтобы устоять». Знаете, что вор, он пришёл, чтобы украсть, убить и погубить. Когда мы рождаемся, то дьявол, он приходит для того, чтобы украсть твою жизнь, чтобы украсть твоё призвание, чтобы разрушить, растоптать тебя, чтобы ты не смог состояться как личность, ты не смог состояться как мужчина или женщина, чтобы ты не смог состояться, ну, стать успешной личностью в этой жизни, чтобы ты не смог состояться как настоящий мужчина или как настоящая женщина, как отец, как мать. Потом, когда мы подрастаем, да, когда человек подрастает, это становится юноша, парень, девушка, то дьявол, он опять приходит, чтобы опять, ну, просто растоптать все, что есть внутри у тебя, чтобы погубить твою жизнь. И, знаете, когда мы заключаем завесы своим супругам, то дьявол, он так же, он не спит и не дремлет. И он опять приходит для того, чтобы разрушить твой брак. И, ну, только мы можем, знаете, Бог, он сказал, что Господь созидает, что Господь сочетал, то, ну, человек да не разрушит. Вот фильм «Огнеупорный», он очень классный, он показывает, что, ну, ты можешь просто опустить руки и сказать, ну, все, ну, он меня не любит, или он меня не слушает, или он чего-то не хочет сделать, и, ну, все, это разруха, ну, будет кто-то другой. Но на самом деле это неправда. Знаете, я далеко не идеальная жена, и я знаю, что я делаю много ошибок. И знаете, что Бог в этом не виноват. В том, что есть трудности в семье, но Бог вообще в этом не виноват. Виноват только один или второй, который, один, который не может промолчать, а второй, который не может простить. Аминь. Правда? Ну, это правда. И знаете, что, ну, нужно устоять. Если ты думаешь, что прошел год, первый год семейной жизни, все круто, мы любим друг друга, ура! Ну, это всего лишь год. Приходит второй год, и ты думаешь, ну, классно, мы любим друг друга, все круто, ура! Да, да, но есть третий, четвертый, пятый, десятый, двадцатый, двадцать пятый. И каждый год ты должен просто твердо стоять. И ты должен знать, что то, что было вчера, то, что было год назад, и ты устоял, ты молодец. Но тебе нужно думать каждый день. И жена должна молиться, муж должен молиться. Мы должны понимать, что наша семья, ну, знаете, ваши дети выросли такими же, как и какие вы. Они выросли такими же мужчинами, такими же женщинами, такими же служителями, такими же, не знаю, директорами, учителями, адвокатами. Они будут точной копией вас. Я вас очень прошу, как служитель молодежного служения, будьте достойным примером. Аминь. Да, как и будет.